добрый день дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радио народная волна чикаго самый популярный радио на среднем западе ее ведущие гэри брумер и эдвард брумер сегодня у нас студии на как говорится на связи студии знаменитый журналист я не зря говорю знаменитый потому что действительно знаменитый журналист матвей гонопольский здравствуйте матвей юрьевич здравствуйте рад приветствовать ваших слушателей спасибо матвей юрьевич сразу как говорится чтобы не терять время вопрос можно ли рассказать что кроме того что вы украинский журналист вы еще и российский журналист ну естественно это можно сказать и вполне точно потому что я уже 30 лет работаю на радио эхо москвы вот в этом году будет 30 лет поскольку дистанционную работу я начал очень очень давно потому что из москвы в свои путешествия я отправился в 2008 году то я все время работал дистанционно матвей юрьевич такой вопрос украина белоруссия и россия близкие страны по культуре по своим историческим корням а такой вопрос мы вот всегда с братом спорим как вы думаете почему в белоруссии и в россии утвердились такие авторитарные режимы то что это видно а вот украина пошла по другому пути вот у нее другое чуть-чуть понятие власти и о народе как вы думаете ваше мнение значит ответ у меня такой понимаете чем дальше вот если вы посмотрите на карту европы чем западней тем я бы не сказал больше свободы потому что свобода это производная чего-то а если вдуматься чего то скажу так самоуважение народа конечно европа отметилась кровавыми войнами на протяжении столетий но каждый народ сумел отстоять свое самоуважение вот это есть такое в украинском языке я часто привожу это в пример есть такая фраза я ее переведу потому что она не очень понятна по украински шануемся братья бум этого варти это призыв друг другу украинского казачества переводится это немножко ну так сказать не не неправильно переводится так давайте себя уважать потому что мы этого достойны все вещи которые происходят на западе все институции которые защищают гражданина бесконечная выборность власти преследование жуликов по закону это все следствие самоуважение граждан которые не терпят над собой диктатуры и унижения своих прав которые чаще всего гарантирована конституции украина то есть соответственно на востоке а в данном случае безусловно российская федерация это восток кроме того россия это довольно сложное государство потому что она огромная она огромная это вдумайтесь это это огромное государство в котором черт то знает по моему то ли 8 то ли 9 часовых поясов вот я сейчас вел эфир и мне пишут из владивостока у нас утра вот представляете да такое государство больших государствах очень тяжело чтобы народ весь собрался и установил демократию соединенные штаты америки в них другая система демократии это демократия федерального государства у вас естественно не буду вам открывать права с америка у вас на законы во многом отличаются от штата к штату это если говорить о россии то это казалось бы невероятная вещь как это законы в в одном месте могут отличаться от другого но это говорит о том что люди делают так как им нужно и государство им помогает в этом что касательно украины то украина всей своей судьбой показывает что она одной ногой стоит на западе другой на востоке вот почему в ней с одной стороны существует такая вещь как майдан как символ некой тяги к западу так и безусловно вот это вот знаете как у нас шутят была такая шутка про то что кто главный украинский певец филипп киркоров ну потому что до недавнего времени довод революции достоинства как ее принято называть фактически украина в культурном отношении была российской провинции только русские сериалы только русские песни и так далее но сейчас она пытается нащупать свой путь во всяком случае тем не менее это разные государства с разным народом с разной степенью самоуважения вот почему мы видим что в российской федерации идет закручивание гаек к сожалению вот по принятым сейчас законам а в украине достаточно свободно все матвей юрович вопрос касается такой может быть немножко философски но я думаю что вы сможете на него ответ я попробую ответить даже на 30 лет а со дня независимости да и насколько как вы думаете насколько у украинцы на сегодняшний день до сих пор остаются советскими людьми замечательный вопрос и он совсем не философский знаете помните был такой фильм такая комедия и там помните была такая песня трудно спорить жизненную логикой но там что то что не говори если хочешь жениться на молоденькой в паспорт свой открой и посмотрел да 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 ахуа-девиль-адевиль поймешь да ты все увидишь сам значит все видно по голосованиям молодежь голосует за запад пенсионеры или как называет их моя дочка и вообще это тут популярно в украине среди молодежи называть пенсики пенсики голосуют за русское за российское это как вы понимаете две разные вещи русская это русская культура это русский язык а российское это присутствие россии но если можно так сказать в материальном смысле это какие-то российские товары там ну много чего поэтому это строго все по паспорту в который нужно заглянуть и посмотреть сейчас ну к сожалению старшее поколение уходит поэтому можно предположить что украина все-таки будет двигаться в сторону запад матриевич как вы думаете почему все-таки российский народ вернулся back to the future да обратно в будущее в 9 не в 90 и даже а в 70 м в чем проблема потому что и вы и мы когда-то видели поступательное движение вперед перестройка но вот все вернулось как я это вижу отсюда с другого берега все вернулось на круги своя как вы считаете ну вот знаете вот это менталитет или что-то еще или какие-то культурные особенности вы знаете я вам отвечу парадоксальным образом вот вы просите я просто первый раз у вас в эфире вы родственники да вот мы братьям и близнецы даже близнецы да вот ответьте мне пожалуйста на один вопрос когда вы уехали в соединенные штаты в девяносто втором году скажите почему вы приняли такое решение потому что нам казалось что возможности в америке будут больше чем в то время в падающем савиру уже в россии мы были мы сами из белоруссии из минска и нам казалось что значит в америке будет больше возможностей но при этом родственной связи конечно еще играть вот понимаете в какой-то степени вы ответили на этот вопрос все ваши радиослушатели которые сейчас меня слушают но я имею ввиду те которые иммигранты это люди в какой-то момент которые сказали нет наша жизнь не устраивает нас в советском союзе уже ну так сказать или там в российской федерации как к тому времени она уже могла быть и мы будем искать другой жизни как ищется другая жизнь другая жизнь ищется либо в стране на выборах когда ты выбираешь другого лидера либо она ищется в иммиграции так вот люди уехали и вы уехали потому что у вас было внутреннее желание перемен а другие люди остались потому что у них не было желание перемен и вот 20 лет уже при путинск при путинской россии живут люди у которых нет желания перемен если помните отвечая на ваш предыдущий вопрос я сказал что страны отличаются и это мое твердое убеждение не тем что в одной стране черненькие в другой желтенькие не тем что одни бедные и богатые нет они отличаются внутренним чувством собственного достоинства и желание справедливой жизни так вот по тем или иным причинам я не хотел бы тут углубляться потому что все мы в общем ну вот наше поколение оно вышло из советского союза надо даже будучи укатанными советским союзом все равно вот я например уехал по своему маршруту вы уехали по своему маршруту а многие остались потому что это люди которых вполне устраивает та манера жизни в которой они живут и дело даже не в том что вот как вы говорите back to the future вы знаете есть такое ну смешная такая история когда говорят что последний довод совков это что а там был вкусный пломбир ну вы знаете нас такая шутка да дело даже не в этом давно забыт вкусный пломбир люди спокойно живут при путине потому что каждый из них имеет кусочек путина кто-то ворует кто-то миллионы нарабатывает и получает от этого воровства пенсионеры знают что два раза в год они там получат добавку по 100 рублей или сколько лишь бы как моя мама говорила правда в другой ситуации лишь бы не было войны сейчас люди не говорят лишь бы не было войны потому что они нет не боятся войны война это не нынешняя повестка дня они боятся что вот то что кричит соловьев то что пророчит про окружение врагов матушки россии киселев дмитрий норкин что действительно нападут действительно заберут внимание последние и никто из них не задает вопрос а почему это вдруг в богатейшей стране у них последние понимаете вот и все тут не надо вот тут как раз не надо ни философов не социологов абсолютно не нужно барабанная пропаганда по телевидению на всех каналах с полностью задавленная оппозиция я не знаю в курсе ли вы это было в новостях и это сейчас одна из главных новостей в в российском пространстве новостном принят закон который запрещает баллотироваться на какие-либо в избирательном процессе принимать участие если ты не просто был осужден по дадинской статье по дадинской статье да да а если ты просто ну вот например тебя ареста тебя задержали за то что ты был на демонстрации тебя задержали привезли в сизо или просто в отделении милиции там на тебя составили протокол все ты уже не имеешь права куда-то избираться другими словами это ну как вам сказать знаете на что это похоже на сэндвич такой сверху хлеб снизу хлеб и внизу тонкая прослойка майонеза и кусочек сыра и колбаски вот так устроена современная россия к сожалению людей это устраивает но я этим людям не сочувствую это их выбор и они живут как живут пока что границы российской федерации открыты и каждый решает для себя где он находится как сказал гений жванецкий много-много лет назад эмигрирует часто не за колбасой от стыда такой эмиграции становится все больше и больше матвей юрьевич возвращаясь в украину политика это всегда конкретные люди а конкретные люди это всегда определенные человеческие качества как вы считаете каких человеческих качеств не хватает президенту зеленскому при всем при том что он с нашей точки зрения абсолютно порядочный человек вот каких человек скачет ему не хватает как президент чтобы быть как я как лидеру да как лидеру чтобы стать вот успешным президентом на ваш взгляд а что такое порядочный человек порядочный человек это человек который не подставит человек который умеет говорить правду не в зависимости от того какая она тяжелая не тяжелая и человек который умеет извиняться за свои какие-то но я не знаю неблаговидные дела если все все мы как говорится не игры не без греха да ну и где вы эти качества увидели у зеленского так нам кажется что он порядочный человек нам хотелось бы чтобы это было так ну давайте так значит я понимаю что я вы понимаете как я больше знаю нью-йоркскую публику потому что у меня есть передача на дэвидсон радио вашу публику я не знаю я знаю что у вас многие наверно как и полагается среди мигрантов сходят с ума по двум людям по трампу поэтому трампа опасно касаться потому что как только говоришь фамилию трамп тут же говорят тут же на тебя набрасывается все хорошо ребята ваш трамп замечательно да это первая история теперь что касается зеленского понимаете я не буду говорить такой расхожей фразы что вы далеко и поэтому не знаете украинские реалии почему потому что это журналистские штампы это вас оскорбляет вы люди которые сидят на новостной ленте и которые прекрасно знают как люди работающие на радио что происходит в украине но я думаю что как-нибудь говоря порядочным замечательным зеленском который говорит правду вы все-таки попробуйте его отделить от господина голобородька из сериала я только напомню там по весне будем а саджаты то есть переводе вы знали по весне до буду садить да да вы знаете что но это игра слов то есть по весне же сажают грядки да имелось ввиду что вот кто-ка придет весна будем сажать коррупционеров я спрашиваю ну и где хоть один где вот поэтому я и спрашиваю какой-то эпохи бедности ну и где значит давайте сделаем вот что мне а зеленского говорить неприятно потому что зеленский жулик самый обыкновенный жулик вы просто не знаете подробности а подробности заключаются в том что это первый президент украины который избрал специально своей предвыборной стратегии не говорить свою программу это было как признался он осознанное решение его команды не говорить то есть перед нами была книжка раскраска и каждый раскрашивал ее поэтому такой рейтинг сторонники москвы ждали что так сказать завтра будет заключен мир да там с россией да вот что вот он же обещал а он обещал сторонники запада ждали что скоро мы войдем там шутка каком каким-то там 52 штатам соединенных штатов америки он приятный молодой человек знаете как его называют в украине вот это слово она совершенно замечательная бубочка это как по молодого человека на прочувствовали да конечно конечно человек при вы знаете замечательные слова просто приятный человек и человек приятный во всех отношениях он но знаете мне вот я не хочу говорить о зеленском потому что он это случайно попавший президент случайный человек артист но артист не рейган который стал президентом украины не имевший никакого опыта никакого бэкграунда ничего он стал президентом воюющей страны человек который надавал обещания подсунул вместо себя своего голобородька где он расстреливает верховную раду человек который зроби моих разум сделаем их вместе человек который привел свое монобольшинство верховную раду которая сейчас развалилась и он с трудом собирает голоса вы сказали еще одну фразу человек который может извиниться нет он не только не собирается изменяться он собирается баллотироваться на следующий срок с чем я вас и украинцев поздравляю хотя 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 обещал только один срок правильно простить я договорю это не мой президент это человек который жульническим образом и не надо здесь искать оправдание человек который подсовывает вместо себя фильм и свой юмористический девяносто пятый квартал человек который не говорит свою программу а вы понимаете что такое избрать президента который не объявляет своей программы это ведь обозначает то что ты потом с него не можешь спросить ничего потому что нет его программы нету а программа за все хорошее против всего плохого программа и не является короче говоря жульническим образом этот человек стал президентом украины и теперь украина проигрывает во всем она потеряла деньги международного валютного фонда из-за того что вовремя не были сделаны те два закона закона земле и закон так называемый анти коломойский закон закон о финансовой деятельности банков теперь мы потеряли вместо десяти миллиардов долларов нам дают помощь по системе стендбай полтора и полтора то есть три миллиарда долларов есть разница есть мы потеряли полностью международную поддержку вчера произошел невероятный казус вы знаете что есть такой человек по фамилии козак но он казак казак это человек который это вице-премьер который отвечает за вот эту новороссию днр лнр и за мирный процесс так называемый которого нет так вот вчера впервые в истории козак полетел встречаться с меркель без представителя украины в то время как порошенко говорил вполне понятную вещь ничего про украину без украины как такое может быть короче говоря коалиция развалилась ну простите меня зеленский даже на 9 мая не позвонил не меркель не макрону ну вообще простите меня так принято вообще звоните поздравлять и говорить слова на самом деле зачем просто напоминать о своей стране экономика стала падать еще до того как случился коронавирус просто пике вниз назначаются люди из 95 квартала куда угодно я вам хочу сказать у нас тут последнее назначение шедевральное и на этом я закончу больше о зеленском пожалуйста не надо вопрос все вопросов больше не будет вот смотрите у нас есть такая национальная рада пути национальный совет по телевидению радиовещания знаете кого зеленский назначил туда пресс-секретаря 95 квартала у меня вопрос такое возможно вообще оказывается возможно поэтому пожалуйста давайте лучше а трампе с зеленским закончена и матвей юрьевич у нас рекламная пауза мы очень ответственные люди перед нашими рекламодателем поэтому вернемся через пару минут не отключайтесь спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радио народная волна чикаго и у нас сегодня просто я не даже не знаю сказать скандальное или интервью с матвеем гонопольским что скандального скандальная я вам объясню свое мнение от себя скандальное это то что вы вот недавно говорили про зеленского я объясню почему потому что а мы иногда смотрим и дмитрия гордона вашего коллегу в украине и у него полностью противоположное мнение так почему все-таки скандальное то есть у него норма а у меня скандал мы просто не ожидали такого значит на поле наплыва откровение откровения такого до что за приятно кстати это все все вы меня простите какое откровение я же вам факты говорю вот это откровение факты являются откровением слушайте это не библия и не тора здесь никакого откровения нет просто берется то что зеленский обещал это что он сделал гордону нравится ну и что гордону нравится мы с господином гордоном замечательным журналистом мы с ним наверно в разных политических лагерях и у нас разные предпочтения поэтому просто меня удивило скандально если вы это считаете скандальным найдем слово интересное очень интересно уберем вас он наживаться наверное этого слова хорошо согласен а тут же мы хотели бы хотели бы перейти к вашему журналистскому цеху и я хотел бы у вас вот что поинтересоваться а есть такие два журналиста которые вызывают у меня ну скажем так и разочарование и удивление это михаил погребинский и андрей норкин я думаю что оркина вы знаете да по прошлым годам в россии когда вы были и вот погребинский это ваш коллега в киеве как бы вы могли их охарактеризовать потому что даже не столько погребинский сколько норкин я смотрю иногда его передачи но потому что мне интересно потому что мне непонятно глубина падения этого человека может быть я ошибаюсь да неужели вы смотрите его передачи с линейкой чтобы определить насколько он упал в этот раз не нет вопрос заключается я думаю в том что я понял ваш вопрос давайте я вам отвечу так у меня есть правило мое правило я никогда не говорю о коллегах поэтому разделим погребинский это политолог а норкин это журналист я с норкиным работал когда-то на арте vii когда-то была московская редакция арте vii где работал с норкиным мы с ним даже дружили потом ну скажем так политика и жизнь нас развела он изменился а может быть он таким был всегда но я не считаю возможным говорить о моих коллегах журналистах к ним не относятся соловьев киселев вот эти вот вот эти вот чудовища понимаете это к журналистике не имеет никакого отношения такие пропагандоны которые ну вот как бы норкин ну знаете как вот я вам скажу честно и откровенно у нас у журналистов придерживающихся разных политических взглядов есть неписанное правило не трогать друг друга вот честно я вам говорю поэтому норкина я трогать не буду вот ведет он там свои передачи выгоняет он украинцев прямо из студии кричит пошел вон и так далее ради бога что касательно погребинского я этого человека знаю очень мало он никогда по понятным причинам не был в моем эфире такой про московские пророссийский политолог вот все что я могу сказать ничего здесь удивительного нет есть разные люди некоторые на зарплатах большинство на зарплатах вот но они должны отстаивать великую империю вот они отстаивают но в принципе я его абсолютно не знаю но вот есть такой да есть вот больше ям к сожалению сказать ничего не могу материч а путинизм если говорить уже возвращаясь опять к россии можно ли сказать что это такая а философия и если у этой философии будем говорить живучесть она допустим умрет вместе с конкретным человеком или это будет жить довольно долго это хороший вопрос но путинизм но я вам уже его объяснил путинизм это когда каждый человек имеет свой кусочек от этой власти вот еще раз каждый живущий сейчас в россии не хочет изменения этой власти потому что он имеет что-то от этой власти приведу вам пример очень показательный вы конечно читаете что все очень не любят путина да ну вот мы не любим путина не любим не любим но дело в том что путин человек который пока еще вот неизвестно как будет сейчас он делает из этого профанацию но до этого были президентские выборы и как вы помните всегда на президентских выборах всегда есть альтернативные кандидаты ну да несколько раз был григорий лисеевич явлинский один раз даже было ну скажем так григорий лисеевич явлинский этот человек который ну так не яркий да вот скажем так ну хорошо ну было ксения анатольевна собчак вот была альтернативой путину собчак я понимаю какой сейчас вой стоит в городе чикаго ну да конопольский вспомнил про собчак про эту проститутку подождите разговор не об этих ее качествах который кстати никто не видел а разговор идет что перед нами была альтернатива владимиру путину с каким процентом она прошла полтора процента полтора процента так вот все разговоры о том что народ хочет кого-то другого что ему путин не нравится все это ребята кладем на полочку вместе с вставными зубами матвея роду вполне нравится путин потому что каждый кто-то ворует кто-то получает какие-то надбавки элита получает дворцы каждый имеет кусочек путина будет ли после путина что-то другое сказать трудно когда был ельцин а я это видел было по-другому но кто его знает как будет материч а вот была ли собчак именно конкурентоспособна все знают о том что это был проект кремля нет вот я ожидал что вы скажете эту фразу еще раз но как умаетесь то что я говорю если вы ненавидите какого-то человека вы изберете другого в любом случае потому что этот человек торчит у вас в глотке какое имеет значение проект кремля не проект кремля фамилия этого кандидата была не путин а собчак хотели бы другого выбрали бы другого спасибо матвей юрьевич вопрос такой а недавно дмитрий гордон взял интервью у госпожи поклонской я думаю что вы знаете кто это такая и недавно значит гордон сказал что поклонская это символ предательства не могли бы высказать несколько слов об этом персонаже и вопрос знаете в чем заключается в том что может быть это слабая женщина попала в трудную ситуацию либо при новой власти не было бы негде работать либо при новая при старой власть я имею ввиду что в украине при порошенко она не смогла бы реализовать свои возможности ну вот она выбрала значит альтернативную сторону как вы видите вот ее ее позицию вообще ее интервью ну во первых давайте так я скажу вы вы меня немножко знаете но может быть не сильно но немножко да вы что представляете себе что я сижу вечером и вместо сериала смотрю интервью гордона с поклонской ну все-таки она она до вы человек же интересующийся правильно да значит я зайду с другой стороны мне абсолютно не интересно что говорила поклонская вы понимаете в чем дело я человек не молодой поэтому вместо интервью поклонской я лучше посмотрю national geographic channel или например discovery science то вот как-то и это я вам говорю абсолютную правду я не выпендриваюсь я выбираю что мне смотреть у меня есть свое меню это раз теперь второе значит поклонскую я знаю просто как журналист знает некоего политика значит поклонская была в крыму стала генпрокурором крыма если я не ошибаюсь за заслуги и и перевели в москву потом она стала значит депутатом государственной думы в качестве чего она там и находится у меня вопрос в чем предательство то есть конечно лучше бы поклонской гореть в огне в аду но мы говорим про фразу гордона который почему он сказал что она предатель я совершенно не понимаю она что служащий вооруженных сил или милиции которая давала присягу украинской власти я честно говоря не понимаю женщина которая всегда ищет какую-то выбор выгодную партию она выбрала свою выгодную партию теперь она позволяет себе всякие оппозиционные заявления в то и и поет украинские песни вот мне сказали что она там песня пела то ли черемшину то ли шарушина пила червону руту не знаю что ногу гордон он мастер он ее развел и на это значит но обычная тетка которая которая вы знаете как говорят иван не помнящий родства это люди единственная ее характеристика что у нее нет родины мой адрес не дом и не улица мой адрес советский союз то есть в этой песне же истинно ты у тебя нет места рождения конкретного дома конкретных людей которые ты любишь конкретную страну за которую ты должен можешь отдать жизнь ну мало это немножко высокопарно но за которую ты придерживаешься принципов ты ищешь как любая женщина выгодную партию вот она и нашла и теперь ее муж государственная дума российской федерации вот мне кажется тут этим все сказано персонаж белки неинтересный почему гордон взял у нее интервью я догадываюсь на вам говорить не буду вот и все поэтому ну что ну вот такие люди есть это люди которые не заслуживают во всяком случае моего внимания матвей юрьевич я скажу честно я смотрю ваши онлайн на фейсбуке не часто зависимости того как получается но смотрю вчера я смотрел ваше выступление где вы говорили об вашем отношении к путину вы сказали что вы к нему относится ну я буду так культурно говорить не очень хорошо я знаю почему вы вчера объяснили свою позицию если это можно могли бы вы повторить нашим радиослушателям тем кто нас смотрит на фейсбуке почему вы ваше отношение к путину ну не очень хорошее мы у меня путину нехорошее отношение по многим причинам но самое главное потому что он скрывает своих дочерей я считаю это недостойный мужчины и отца вот это такой вопрос возвращаясь от журналистики известные журналисты иван сурвила сказал как то что не имеет значения на кого ты работаешь на арти на эхо москвы может быть на 1 к 1 канал нтв главное чтобы ты делал качественный продукт а какой ваш взгляд вот на это за ему наверно соловьев и киселев делают качественный продукт флаг им в руки спасибо касаясь я вот у меня брат все он больше как бы украина интересуется я немножко ближе к россии вы ваш взгляд с украины на российскую оппозицию вы говорили о том что путин крепко как говорится сидит и народ его любит да но судя по тем событиям которые были в прошлом году если не ошибаюсь в июле месяце молодежь видимо настроена довольно оппозицию оппозиционно критично а если какие-то возможности у российской оппозиции может быть ваше мнение будет субъективным но все-таки или ну во первых мое мнение безусловно субъективно я же не господь бог чтоб какие-то истины провозглашать но то что и вы знаете и то что знают ваши слушатели а именно беспрецедентное давление на оппозицию лишение ее средств массовой информации государственных которых смотрит весь вся российская федерация потому что youtube вы знаете ну youtube это такая ограниченная история тем более люди среднего и старшего пока люди старшего поколения которые голосуют за путина их называю путиноиды они youtube не смотрят но правда сейчас уже в это поколение уже как бы ареал его расширяется и больше людей там смотрят уже и youtube и пожилые люди и так далее но все равно есть такое понятие электоральный охват вот электоральный охват первого канала не может никак сравниться с электоральным каналом youtube а с электоральным влиянием youtube а но если так разбираться то конечно оппозиция сейчас не может ничего потому что политика главное обозначение политики главная черта политики это участие в выборах и политик может называться только тот человек который стремится не обязательно участвует потому что ну политики есть которые так сказать ну но в силу тех или иных обстоятельств они не участвуют но вообще классическое определение политика это человек который участвует в реальной политики то есть участвует проходит через выборный процесс к сожалению российская оппозиция задавлена аресты тюремные сроки и ну такая диктатура такая знаете смачная жирная лоснящаяся диктатура и вот эти последние законы которые приняты они абсолютно не указывают на то что будет какое-то послабление я бы сказал наоборот матвей юрьевич я хотел бы снова вернуться в украину и сказать что много лет назад 30 лет назад мы с братом проходили срочную службу в закарпатье недалеко от города мукачево и поэтому мы хорошо видели вот западную украину при том что у нас в армии были ребята которые были с киева с харькова и за за а как правильно сказать западноукраинские значит военнослужащие называли украинцев с киева и с харькова москалями и это было видно что это люди живущие в разных до плоскостях даже в разных странах разных украинах правильно как вы видите сегодня вот эту украину вот этих людей и есть ли уже что-то общее по прошествию стольких лет вот украина она выгод сказали двумя нога значит одной ногой на западе на востоке вот нету ли у него возможности порвать штаны может быть стоит все таки куда-то больше переместиться на запад или все-таки на востоке а зачем рвать при этом штаны если вы обратите внимание это наоборот штаны не надо рвать она-то просто ноги соединить развернуться и двигаться в одном направлении тут как раз она сейчас вет штаны но если отвечать на ваш вопрос по сути то ответ короткий безусловно зачатки элементы национального государства они они появляются дело в том что этому помог путин с его агрессии с отъемом донбасса и крыма в общем стало понятно что молиться на москву как-то не приходится тем более что погибло 14 тысяч не марсиан а украинцев поэтому постепенно такой процесс происходит но безусловно создание национального государства такого настоящего национального государства вот как венгрия чехия как соединенные штаты америки и так далее да когда есть нация это сложная история в постсоветском государстве об этом мы уже говорили поэтому наверное пройдет не один десяток лет к пока ну как бы вот старое поколение уйдет а новое определиться куда ему идти то ли в москву то ли в вашингтон или в лондон куда-то туда нас борис ельцин на ваш взгляд человек который привел путина к власти можно ли сказать что он выдающийся государственный деятель или все-таки он будем так говорить деятель среднего такого масштаба во время оказавшийся согласно ситуации которая была в советском союзе тогда у власти или все-таки мы можем сказать что он выдающийся государственный у нас остается три минуты какое какое мерило я не понимаю как можно оценить он выдающийся или не выдающийся например про трампа он выдающийся или не выдают еще еще сложно сказать он еще у власти и не так много времени когда два срока трампа пройдут мы тогда сделаем вывод вот хорошо но есть вот я вам скажу он выдающийся государственный деятель и он выдающийся ровно потому может быть он немного успел и совершил принципиальную ошибку передав бразды правления путину но он запустил очень многие демократические процессы которые работают до сих пор по этой причине а и последний вопрос к вашему юбилею к 80-летию какой вы видите украину о чем не уже скоро 80 ну я и я говорю про то что вам же будет юбилей 80 лет через сколько 13 лет как я по нее понимаю 90-летию хорошо давайте мы возьмем столетию мы желаем вам жить до послушайте я никак не вижу дело в том что может быть вообще этого государства не будет потому что все больше и больше поднимают голову пророссийские силы имени медведчука вот сейчас появится новый телевизионный канал это будет уже пятый телеканал который контролирует медведчук на них рассказывается как какие прекрасная дружба с российской федерации как надо дружить как надо вот ближайший сосед и так далее понимаете я не знаю что будет я не черт побери это было бы с моей стороны шапка закидательства мне кажется мы живем а может быть мы все перемен перемрем из-за коронавируса из-за его второго пришествия мне кажется это неблагодарная история будет как будет матвей юрьевич огромное вам спасибо за это интервью мы желаем вам в первую очередь здоровья встретить юбилей либо в сто лет либо в сто двадцать лет это вы как говорится сами сами решите и огромное спасибо за ваше интервью оно было очень интересным очень познавательным и мы очень надеемся что мы не последний раз с вами беседуем спасибо вам большое я человек радийный поэтому очень уважаю то что вы делаете а как появлюсь в чикаго так стребую с вас бутылку водки и будем приезжайте мы вас будем очень ждать будем вам очень рады приезжайте спасибо до свидания